Ну а добровольцы Донбасса рвутся к власти. Сегодня они подписали, может быть, историческое соглашение о сотрудничестве с партией власти Единой России. Появятся представители ДНР в Госдуме или нет, выясняла моя коллега Марфа Смирнова. Марфа сегодня со мной в студии, за столом. Привет. Марфа, у нас уже такой сериал можно про ДНР строить дом, мы там построили, а теперь рвемся во власть. Ну да, теперь вот этот самый союз добровольцев России, партия Единая Россия, уже закрепили свою дружбу официально на бумаге. По сути, это означает, что лидер вот этого союза, Александр Бородай, напомним, что он бывший председатель Совета Министров Самопровозглашенной ДНР, на предстоящих выборах в Госдуму сможет избираться, и Денис, я думаю, ты не сомневаешься, он, наверное, изберется. Очень долго наша организация не имела прямого отношения к внутриполитической жизни Российской Федерации. Но любая организация должна развиваться. Естественно, люди активны и пассионарны, и должны реализовываться не только на войне, и, собственно, должны доказать, что мы можем не только воевать, не только защищать Родину на полях сражений, но и что-то сделать в мирной жизни. Поэтому мы избрали путь вхождения во внутреннюю политику Российской Федерации. И теперь мы с огромным удовольствием объявляем о том, что мы идем на предстоящие выборы вместе с партией «Единая Россия». Объявили об этом сегодня в честь седьмого съезда Союза, вот этого самого Союза. Он проходит в Ростове-на-Дону. И пока в Ютьюбе еще не выложили видео с этого помпезного мероприятия, на странице Союза добровольцев ВКонтакте велась письменная трансляция, которая, как мне показалось, была куда интереснее. Там были не сухие формулировки, а то, что называется «в самое сердце», да еще и «скальпелем». Процесс налаживания взаимодействия Союза добровольцев Донбасса с «Единой Россией» в самом разгаре в эти минуты на Донской земле. На Совете командиров Союза добровольцев Донбасса в Ростове-на-Дону было заявлено, что председатель правления СДД Александр Бородай примет участие в праймере с партией «Единая Россия» для дальнейшего выдвижения в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. СДД — это скальпель, который вырезает метастазы нацизма, защищая Донбасс. Также высокая делегация из РФ примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных образованию Донецкой и Луганской народных республик. Донбасс вливается в русский мир. Процесс необратим. Давай посмотрим, кто отвечает за необратимость данного процесса в лицах. Думаю, тебе, да и нашим зрителям все знакомы. В ходе расширенного Совета командиров делегаты заслушали выступления. Председателя правления Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая. Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Члена Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» Александра Карелина. Председателя общества «Цареград» Константина Малафеева. Ну, кто-то из тех, кто выступал в Союзе добровольцам Донбасса с дне основания с октября 2015 года. Тогда в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялся их первый съезд. Собрались в первую очередь добровольцы, воевавшие на Донбассе. Ну, и кто главный в СДД, это уже упомянутый Бородай и исполнительный директор Союза Андрей Пинчук. Он тоже из бывшей верхушки так называемой ДНР. И напомню, что Пинчук был первым министром государственной безопасности так называемой Донецкой Народной Республики, опять же, при Бородае. И, как декларируют сами члены Союза добровольцев, основная их деятельность – это социальная поддержка участников боевых действий на Донбассе. Прежде всего, это медицинская помощь раненым, протезирование, покупка лекарств, разные программы реабилитации. Также они помогают воевавшим найти работу. Конечно, не обходятся без патриотического воспитания. И важна очень память. Например, в 2017 году в том же Ростове-на-Дону, где сегодня проходит съезд, был открыт первый в России памятник добровольцам, воевавшим на юго-востоке Украины. И на стеле даже есть крест Союза добровольцев Донбасса. Ну, теперь, видимо, вся эта социальная деятельность отойдет на второй план. Важнее вопросы, по крайней мере, косили. Это выборы, Госдума, портфель депутата. Это уже не просто помощь воевавшим. И уже на прошлом съезде, на самом деле, Бородай говорил о том, что политические амбиции у него имеются. Все политические организации, партии Российской Федерации, которые имеют патриотическую направленность, нам вполне подходят. И мы готовы с ними сотрудничать. И на сегодняшний день также и с ними ведем переговоры. И очень вероятно, будем в ближайшее время подписывать соответствующие документы. А вот Константин Малафеев, известный православный меценат, предприниматель и глава телеканала «Царьград», официально не имеющий никакого отношения к этому самому Союзу, но при этом он постоянно присутствует на их съездах, был и сегодня, и на прошлом. И на прошлом он в том числе говорил вообще о высших геополитических целях Союза добровольцев Донбасса. Русский мир – это наше наследие. Поэтому Союз добровольцев Донбасса и его политическая судьба неотделима от судьбы русского мира. Дело не касается всего лишь выборов 21-го года в Государственную Думу или в какие-то заксобрания или муниципалитеты. Речь идет о том, что всегда в российской политике должно звучать о русском мире и должна звучать риторика, политическая риторика, о возвращении России к своим имперским границам. Могли бы и партию русского мира организовать тоже с таким же успехом. Почему нет? Ну, посмотрим, вернемся ли мы к имперским границам после выборов в Госдуму и после прохождения, я думаю, Бородая как минимум. Интересно, от какого округа? Пока неизвестно. Нет, неизвестно, хотя он, по-моему, в Москве живет. Ну, посмотрим, кому повезет. Спасибо большое, Марфа Смирнова, о политических амбициях лидеров так называемой Донецкой Народной Республики.